Да, добрый день еще разок. Значит, давайте я продолжу. Теперь мы перейдем к тому, что касается ML Ops, так называемых, то есть что мы под этим подразумеваем. Вообще начнем, пожалуй, с проблемы, то есть с чего все, в общем-то, с чего весь сербор. Ну и для начала надо сказать, что в первую очередь надо понимать здесь, что Machine Learning это не Machine Learning в продакшен, да, или не Machine Learning в продуктиве, по-русски говоря. Что это означает? То есть огромное количество проектов по Machine Learning, они за пределы лабораторий, в принципе, не выходят. Ну, просто потому, что они не доходят до стадии производства. И нужно здесь разобраться, то есть почему так происходит. И здесь есть целый ряд причин, некоторые из которых уникальны непосредственно для машинного обучения. Но вообще здесь, ну, по своему опыту я бы утверждал, что, в принципе, вот как любая новая какая-то область, где множество исследований, каждый раз я наблюдаю картину, что не сразу усваиваются те уроки, которые, в принципе, вот программная инженерия, DevOps, вот части классического программирования, классического разработки, вынесли уже за вот эти все годы. Здесь можно привести пример, вот некую аналогию, скажем, вживление Internet of Things, там, встраивание компьютерных систем в автомобили, например, или в какие-то датчики, бытовые приборы. И как происходит цикл разработки вот в этой сфере. И, в принципе, можно видеть некие вот аналогии, ну, по части именно хаотичности, там, нахождение каких-то лучших продуктов, смены лидеров очень быстро и так далее. И, на самом деле, ну, внутри потратили два десятилетия на изучение лучших практик в области разработки программного спечения. И, в принципе, вот эти разработки можно было бы взять и применить к машинному обучению, о чем, конечно, сейчас многие и задумываются, но пока вот во многих компаниях, в которых машинное обучение практикуется, это не так. Ну, соответственно, речь идет, конечно, не только о машинном обучении, но и обо всех его компонентах. То есть здесь мы, в том числе, сейчас будем говорить как раз о выборе некого правильного инструментария для работы, его применения для, собственно, выкатывания моделей машин-дернинга в продуктивную среду. Ну, и вот если мы будем, как я уже говорил, думать об этом в контексте последних нескольких десятилетий разработки программного спечения, то получается, что в области у нас наблюдается значительный прогресс в плане всевозможных лучших практик, инструментов, ну и, в общем-то, инфраструктуры, на которой все это развертывается. И, в общем-то, я вот вспоминаю себя, я также вот как Игорь вел в УЗИ курс, в том числе и по машин-дернингу, по основам, там, по scikit-дерну, по прочим вещам. И вот вспоминаю здесь сейчас о тех курсах, которые у меня были в институте, там, лет 15 назад, и там даже не говорили такие вещи, как, скажем, контроль версий, такие инструменты, как git, например, вообще, в принципе, не звучали, да, казалось бы, так, анекдотичной ситуации, потому что инструментам уже много лет, но, тем не менее, о них было тогда, ну, скажем так, немодно говорить, видимо. Вот, но теперь вот давайте сравним. У нас есть разработка традиционного программного обучения, то есть Software Development Lifecycle, или там зашифрованное как SDLC, и есть Machine Learning Lifecycle, да, то есть разработка программного обучения вместе с машинным обучением. Соответственно, если мы посмотрим на, вот, как это, бок о бок о том, на то, как это происходит, то, соответственно, видим, что, в принципе, у нас есть некоторые шаги вполне стандартные при разработке. Это, вот, как я уже говорил, там, контроль версий, это CICD pipeline, дальнейшее управление, обслуживание, обеспечение безопасности всего этого процесса, то есть уже, в принципе, мир в плане разработки классического по перешел на DevSecOps, то есть еще мы и безопасность туда втаскиваем. И вот, если в компаниях по разработке какие-то из этих шагов исключают на проектах, да, уже таких, я бы сказал, фундаментальных вот таких шагов, то, в принципе, тут сложно говорить, наверное, ну, зачастую, там, соседние компании, специалисты крутят виска, говорят, ну, наверное, какой-то проект не очень серьезный, да, раз вы не используете вот эти все ключевые элементы. А вот что, особенность в случае с тендлернингом, что происходит? Дело в том, что вот на стадиях, на нескольких стадиях у нас есть отличия. Ну, вот, в частности, если мы смотрим, значит, по части контроля версии, commit в репетиторий, то здесь, ну, скажем так, после того, как специалист написал код в Jupyter Lab или в Jupyter Notebook, как это обычно происходит, одно из таких, наверное, первых действий, которые он совершает, это коммитит свой вот этот Jupyter Notebook в репетиторий и не оставляет его на своей локальной машине. Для некоторых организаций, кстати говоря, это вот часто не так, с кем, по крайней мере, я сталкиваюсь, то есть часто получается, что data scientist, так называемый, он сначала занимается исследованием на своей личной машине, и потом уже, когда доходит до какого-то milestone, он уже в этот момент какие-то куски, какие-то вырезки коммитит в репозитории. Вот это чревато проблемами, потому что в какой-то момент, ну, ему надо вернуться назад, а возвращаться назад некуда, потому что, ну, в общем, так устроен инструмент на локальной машинке, если не предусмотрено контроль, если он сам его не предусмотрел, то за него это никто не сделал. Вот, далее у нас идет переход на интеграцию, и вот здесь вот в случае с интеграцией у нас в случае с машинным обучением также присутствует вот помимо инструментария, который делает интеграцию, то есть, там, ну, примеры здесь перечислены, там, Jenkins, Travis, там, Podstream и так далее, здесь еще добавляется, в общем-то, датасет или тестовый сет данных, на которых мы проверяем, что модель в машинном обучении отрабатывает корректно. Вот при переходе на continuous deploy, на развертывание, тоже большая такая особенность в случае с машинным обучением, который заключается в необходимости использовать специализированное железо, да, ну, в данном случае очень часто это видеокарты, которые заточены на обсчет большого количества данных, и нам нужно предусмотреть, что у нас GPU подключен на этапе deploy, что у нас есть возможность делать холодный старт при анализе наших данных, вот, то есть, вот эти вот все дополнительные вещи нужно предусмотреть. И дальше у нас идет выкатывание модели в продуктивную среду, то есть, идет, соответственно, этап, ну, либо мы в какую-то пилотную зону выкатываем, как часто бывает, либо уже там накатываем очередную версию на продакшн, и здесь, конечно, возникает тема мониторинга, но в случае с мониторингом классического ПО, у нас эта тема касается мониторинга именно жизнедеятельности приложения, то есть, как оно работает, не упало, нормально ли откликается. В случае с машин-лернинг у нас появляется дополнительная тема в мониторинге датасета, вот этого, ну, скажем так, уже боевого, на котором работает модель, и модель может отклониться от этого датасета в какой-то момент, то есть, мы можем подгрузить туда какой-то другой набор данных, модель может потерять точность, и это, ну, дополнительная грань в мониторинге, который нужно предусматривать. Ну, вот, переходя далее, да, углубляясь в тему, значит, с аналогией, значит, у нас получается так, что в традиционном программоспечении, ну, код — это некие, соответственно, выводные данные, вот при обработке, ну, скажем так, запросов от пользователя. В случае с машинным обучением у нас на выходе мы получаем некий вывод, сделанный кодом на наборе данных, и, соответственно, здесь нужна несколько другая система для того, чтобы вот это все выкатывать, поэтому у нас получается как, что если традиционная разработка, она сосредоточена на выпуске новых билдов, софта, то есть мы накатываем очередные билды, то в случае с машин-лернингом здесь мы должны быть озабочены постоянными итерациями, да, при работе нашей модели на каких-то дата-сетах. Значит, сначала нужны хорошие чистые данные, далее нам нужно обучить модель до такой степени, чтобы она выдавала точные предположения, это наш начальный этап, потом мы ее внедряем, и дальше что происходит? Значит, во-первых, модель становится частью множества различных конвейеров и приложений, и это приводит, конечно же, вот к проблемам некоторым в управлении со стороны инфраструктуры, потому что у нас количество данных может изменяться, модель может непредсказуемо масштабироваться. Вот, также у нас со стороны управления возникают вопросы, поскольку нужно поддерживать аудит и отслеживание каждого обращения каждой из моделей, так, вот, которая у нас используется в процессе работы нашего программного совещения. Во-вторых, модель начинает взаимодействовать, как я уже говорил, с новыми данными, это может привести к отклонению в поведении, это может повлиять на точность, и, значит, нужно корректировать модель на ходу. И получается, что команда специалистов по анализу данных может фактически обновлять быстрее модель, чем те другие команды, которые непосредственно обновляют все остальное приложение. То есть у нас получается несколько команд, которые, по идее, должны между собой очень четко взаимодействовать. Соответственно, ну, как я уже сказал, то есть модель обновляется чаще, и здесь вот возникает вопрос, кто в ответе за итоговую работу программного совещения вместе с вот этой моделью машины лернинга, которая в него включена. Здесь нужно, как это, вспомнить закон Conway, Conway's Law, весьма известный, который гласит, что любая организация, которая разрабатывает систему, в широком смысле, какую-то систему, она вынуждена создавать проекты, структуры которых являются копией структуры связи самой организации. То есть вот то, что я указал на тему четкого взаимодействия команды, которая работает с приложением, с самим приложением, и команда, которая занимается доработкой алгоритма, то есть занимается доработкой модели, значит, вашей лернинга, вот связь между ними, она будет отражена в интерфейсе взаимодействия самого приложения, вот между его различными компонентами. И здесь нужно понимать, что есть ряд задач, которые нужно решать, ну, в частности, в первую очередь получается так, что вот то, что касается машин лернинга, это, как я уже говорил, вся эта тема находится на этапе взрывного роста, и в случае с DevOps, скажем так, специалистом по DevOps, очень трудно угнаться за теми инновациями, которые привносят вот коллеги по цеху, которые машин лернингом занимаются. Значит, во-первых, меняются фреймворки, да, ну, вот Алексей упоминал про TensorFlow, сейчас уже люди чаще говорят там про PyTorch, и это только вот основной некий, один из основных фреймворков. Помимо них есть еще множество других, которые используются. При этом у нас обнаружение ошибок или неточностей по части работы вот именно модели, в основном это ручной труд, то есть это специалист, data scientist должен пройти, прошерстить модель, посмотреть, как она реагирует на какие-то новые вводные данные и подкорректируют ее. И это нельзя сделать на автомате, как правило. Это очень тяжело автоматизируется, потому что это основано на опыте самого вот этого data scientist, то есть на том, как он задает вопрос, как он подстраивает, значит, свой вопрос под те данные, которые он видит. Вот. Соответственно, дальше вопросы, которые, ну, как правило, data scientist меньше касаются, это обеспечение единого API, да, то есть такие вопросы, которые касаются управляемости программного обеспечения, да, обеспечение работы приложения под нагрузками, вот то, что как раз Игорь говорил, там, high load, скажем так, это для него, допустим, там, редкая задача, да, то, чем он занимается меньше, вот. Ну, то есть, конечно, вот для компании можно найти специалиста, так называемого единорога, да, юникорна, который одновременно хорошо занимается и машин-мернингом, то есть и занимается там подстройкой моделей, решением вопросов, связанных с машинным обучением, и одновременно занимается хорошо девопсом, да, но это концентрация компании на то, что надо найти только таких людей, которые знают вот обе стороны, что называется, процесса. Это считается, ну, скажем так, приводит к рискам тому, что можно таких людей не найти, и таких людей, в принципе, мало, и, наверное, более правильной стратегией является все-таки разделение труда. Ну, по этой части, вот, есть интересная статья у Google, в которой они указывают, ну, называется она Hidden Technical Data in Machine Learning System, они указывают, что, в принципе, вот код, связанный с машин-мернингом, это всего лишь небольшая часть, в принципе, большой вот этой вот системы, да, которая и получила название в конечном итоге ML Ops, или Machine Learning Operations, в который входит много еще чего, да, ну, и давайте посмотрим, на самом деле здесь у нас есть некий классический процесс, соответственно, работы нашей Machine Learning модели, то есть здесь есть несколько фаз от, так называемого, дата ранглинга до развертывания модели и контроля версий, вот, и вот если мы поделим здесь вот этот процесс длинный на составляющие его части, то видим, что есть вот та часть, которая касается машинного обучения, непосредственно исследовательская часть, а есть та часть, которая касается развертывания и операционной деятельности. И вот эти части, соответственно, если мы их более внимательно рассмотрим, да, то есть нам нужно для того, чтобы упросить жизнь специалистам, которые занимаются разработкой вот такого программного обучения, нам нужно обеспечить им платформу, нам нужно сделать так, чтобы они, соответственно, ну, максимальное время свое тратили на то, чтобы заниматься там исследовательской деятельностью, а вот операционной деятельностью нам нужно автоматизировать, да, и поддерживать ее в состоянии, когда она максимально быстро отрабатывает, не надо заниматься вот этими вопросами автоматизации дополнительными, вот. И вот здесь вот для того, чтобы это сделать, ну, нужно здесь выделить некоторое количество ключевых характеристик такой платформы, да, то есть мы смотрим, что у нас есть та часть, которая касается интеграции с данными, да, то есть там, где мы данные собираем, а есть та часть, которая касается вот так называемых инноваций, да, то есть выкатывания новых версий нашей модели и обслуживания программного обучения, включающего в себя вот эти новые версии модели. То есть вот у нас есть ряд характеристик ключевых, которые, соответственно, ну, в каждом из, в каждой из частей, они наиболее релевантны. Вот. Надо здесь понимать, что сам процесс разработки с использованием машиннеллинга, он, естественно, не однонаправленный, то есть этот процесс циклический, и вот давайте быстренько рассмотрим, где здесь у нас что афонтизируется. Соответственно, вот мы берем наш процесс развертывания, ну, там, с двумя стадиями, как я их описывал, и вот фактически давайте его представим здесь как циклический процесс, потому что он, в общем-то, таковым в данном случае является. Что мы можем здесь автоматизировать? Ну, в первую очередь, вот из всех вот этих вот, скажем так, этапов, которые этот процесс проходит, ну, наиболее логично там на первом уровне у нас это автоматизация сбора дат. То есть автоматически там это может быть автоскрепинг, соответственно, каких-то данных из глобальной паутины. Это может быть какой-то сбор данных с датчиков, но этот процесс, он, естественно, подвергается афонтизации. То есть мы можем квантовать там временные интервалы, в течение которых мы собираем какие-то данные, и делать это на автомате. Дальше, немножко сложнее, у нас, естественно, идет подстраивание нашей модели. То есть изначально мы модель какую-то построили. Вот ее какая-то подстройка, подстройка весовых коэффициентов, в зависимости от того, какие у нас данные подаются на вход. Ну, в конце концов, у нас может быть конечное множество типов данных, которые мы подаем. То есть у нас какая-то область, у нас какие-то сенсоры там разных классов, которые мы знаем, значит, в пределах каких, значит, характеристик у нас, вернее, в каких пределах у нас характеристики изменяются в этих входных данных. Мы можем немножко подстроить модель и делать это тоже на автомате в зависимости от поданных данных. Ну, как я уже сказал, в определенных пределах, конечно, но можем это делать. Ну и далее, наверное, наиболее сложное для автоматизации несколько составляющих – это выкатывание модели в продуктивную среду и использование ее. То есть автоматизация выкатывания непосредственно процесса continuous deployment – это, наверное, будет наиболее таким продвинутым вариантом автоматизации. Ну и как бы финальное – это, конечно, вот развертывание, этап развертывания и, соответственно, согласование версии нашей модели с версиями, с билдами всего остального программного обеспечения, которое эта модель включает в себя и использует. И вот это вот, как я уже сказал, для того, чтобы все это автоматизировать, то есть сейчас, конечно, очень просто я сказал там сначала это, потом то, потом самое сложное – это вот это, да, но вот для того, чтобы это все реально сделать, нужна какая-то желательно коробочная платформа, над которой не придется долго возиться для того, чтобы ее подстроить под задачи и которая позволит решать какие-то вот эти вопросы, связанные с автоматизацией, да, или которые можно подстроить под решение этих задач. И, конечно, здесь, ну вот мы в VMware говорим о том, что есть ряд инструментов, которые VMware разрабатывает и которые как раз уложатся здесь вот для того, чтобы автоматизировать различные кусочки вот этой вот, вот эти этапы различные, да, вот этого процесса. Значит, вот мы можем разделить на самом деле вот эти этапы на три части, по сути, и дальше посмотреть, а что же VMware предлагает из инструментария, что же здесь можно почерпнуть от как раз того, что предоставляет платформа на базе VMware. Вот здесь я, кстати, подключу Алексея. Как ты думаешь, Леш, вот давай посмотрим вместе с тобой. Значит, у нас здесь есть ряд вещей, которые касаются нашей инфраструктуры, и давай их просмотрим, вот как ты здесь видишь по части того, что у нас имеется. Ну, на самом деле портфель VMware ограничивается не только виртуализацией, да, вот мне все удивительно, когда говорят, что VMware – это компания, которая занимается только виртуализацией. Они всегда так говорят, да. Да, потому что на самом деле виртуализация, наверное, то, с чего VMware начала и многие годы занималась, но сейчас это уже платформа, которая позволяет запускать любые нагрузки, и в том числе нагрузки по машинным обучению, и не только платформа для этого, но еще и платформа для подстроения вот этих процессов типа ML Ops, то есть, ну, DevOps уже давно есть, давно используется, теперь мы переходим к ML Ops в таком, потому что с приходом Tanzu, на самом деле, подпель Tanzu не ограничивается только кубернетисом, про который все говорят. Когда вылилась компания Pivotal, появилась куча разных интересных продуктов, в том числе, например, GreenPlan, который для хранения данных и построения больших озер данных, Data Lake, который, на самом деле, очень широко используется и среди русскоязычных заказчиков, в том числе. Я же правильно понимаю, что GreenPlan, по сути, это взяли постгре, и его переработали, распараллели, по сути, да? Да, сделали так, и в том числе туда добавили всякую аналитику. Это, с одной стороны, да, постгре, с другой стороны, этот постгре, если мне не изменяет память, где-то через 10 лет после своего появления, то есть, относительно сейчас, это лет 20 назад, появилась компания GreenPlan, которая все это начала делать, она едва ли не раньше в ML Ops. То есть, он давний процесс. Да, давний процесс, и там от изначального постгре осталось, ну, не так много, наверное, уже. Вот, и также это вот платформа для хранения данных на базе Visana, Data Persistent Platform, которая при помощи, ну, известных open-source библиотек Minayo или Cloudian, которые эмулируют хранилище Esprit Amazon, это позволяет создавать вот хранилища данных таких. Если вот на картинке, на самом деле, серединка – это то, чем VMware не занимается, то есть, это построение модели. Это то, что ручной труд, да, то есть, фактически мы это оставляем, то есть, есть все-таки область, которая автоматизировать сложно. То есть, ну, естественно, а кто за Data Scientist разработает модель? Никто. Ну, и VMware бы, наверное, могла это попробовать сделать, как, например, делается для того, чтобы анализировать поведение ЦОДа. Например, в Europe всегда есть какая-то часть машин-дернинга. Это можно сделать с той частью, которую мы знаем, например, сетевой частью. VMware приобрела компанию по машин-дернингу для анализа сети и сетевых угроз, и сейчас внедряет это в свои продукты. Но когда неизвестна задача, она абстрактна, непонятно, как я рассказывал ранее, это уже искусство Data Scientist, посмотреть на данные, разработать модель. Задать правильные вопросы. Ну, да, задать фактически правильные вопросы. И вот эта вот часть, серединка, ну, у VMware, в сфере, там, на самом деле, там есть и ходу, есть что-то и со Spark связано. Но это, опять же, платформа, это вот построение модели, это не то, чем занимается VMware. VMware может сделать левую часть платформы для... Немного никто. Да, и сделать правую часть платформы для построения пайтлайна. То есть, ну, понятно, что можно использовать готовые решения, типа самому собрать, использовать вот, там, партнерные ажи в алгоритме, которые занимают тренинг MLUPS, или можно взять, допустим, опять же, тот же Tanzu Kubernetes, и на базе Tanzu Kubernetes собрать pipeline, автоматизировать это все, который будет, вот, от начала, там, позволять дата-сайдисту заниматься, собственно, изучением данных и работой с данными. Не заботитесь о том, как настроить инфраструктуру, там, развернуть вот эти всякие жупитер-буки, настроить Kubernetes, подставить туда библиотеки, операционки и так далее, пробросить графические карты. Ну, допустим, что это неинтересно, это интересно нам, как инфраструктурщикам, чтобы это все работало, а дальше уже, ну, вступают специальные люди, которые учились этого. Ты знаешь, на самом деле, я могу тебе здесь прокомментировать от своих, вот, коллег, кто занимается преподаванием по машиндерингу, в частности, там, Игорь, и не только он, кто занимается, вот, я тоже, ну, как бы, с ними общался, они сказали, нам, в принципе, это интересно, инфраструктурная часть, но мы хотим спать спокойно ночами, да, то есть мы к этому делу подходим как-то исследовательски, да, то есть можно развернуть что-то, а оно упадет, да, то есть желательно, чтобы оно не падало еще, да, работало стабильно, и желательно, чтобы, ну, в какой-то момент иметь какой-то фундамент, какую-то базу, на которой уже дальше, ну, можно наращивать, да, и вот такой базой действительно по части сбора данных будет являться у VMware, там, Grimplum и интеграция с партнерами, да, там, по части хранения Data Lake партнеры, а по части выкатывания софта на продуктив можно здесь опереться в готовый инструментарий, который действительно предоставляет возможность выкатывать модель. Здесь, на самом деле, нельзя забывать о том, что все равно нужны специалисты, которые понимают везде, то есть сейчас, как есть DevOps-архитекторы, нужен также ML-Opt-архитектор, который, с одной стороны, ты знаешь, как есть либо все, а ничего, либо ничего обо всем, вот нужны специалисты, которые могут верхний уровень его посмотреть, они понимают, как работают Data Scientist, то есть я, на самом деле, не просто так рассказывал, как работает нейронная сеть, и почему нужны вот эти все вычисления, чтобы люди, которые связаны с инфраструктурой, то есть к ним приходят и абстрактно говорят, у меня черная коробка, внутри там абстрактное машинное обучение, мне нужно ее запустить. Инфраструктурщик запускает, а дальше непонятно. Что-то не работает, а в каком месте вот затык, не очень понятно. Поэтому нужны люди, которые знают и как работает машинное обучение, и как оно запускается на инфраструктуре, и что для этого нужно, понимают все процессы, которые нужны, потому что, ну, как же, опять же, вот мы с Игорем общались в интервью, машинное обучение, жизненный цикл машинного обучения совсем отличается от привычного жизненного цикла программного обеспечения, потому что модель постоянно учится, изменяется, данные изменяются, это нужно как-то опять изменения в модель вносить. В софте все просто. Зарелизил патч какой-то, да, и все, и вперед. Пользователь увидел новую кнопочку, а здесь немножко другие проблемы. И вот люди, которые сейчас понимают и то, и другое, на самом деле, мне кажется, очень ценно. И эта область очень сильно растет, то, что мы видим среди наших заказчиков в том числе. Причем в аптек сферах. Это и финансовая сфера, и госзаказчики, и ритейл, и в аптеке oil and gas, естественно. Везде нужно машинное обучение, и VMware здесь представляет шикарную платформу для того, чтобы запускать эти нагрузки и облегчить жизнь дата-тенксом. Ты знаешь, что тут, на самом деле, упомянул госзаказчиков в том числе, и вот я вспомнил еще один момент, который я уже упоминал немножко, касающийся безопасности вопроса. То есть вот после того, как все разработали, развернули, тут приходят безопасники и начинают задавать неудобные вопросы на предмет. А вот вы взяли данные, а недоверенные данные или недоверенные данные? То есть это вопрос, как раз, когда собрано что-то такое на коленке, сразу возникает вопрос, а насколько оно доверено, да, насколько оно надежно. Да, ну и на самом деле еще второй момент. Я хотел шпильку возьмут на тему того, что действительно в процессе разработки модели используется множество фреймворков. То есть действительно, Алексей вот рассказывал на теоретической части, что вот те формулы, которые он показывал, они скрыты за работой фреймворка. Ну а с точки зрения безопасности возникают такие вопросы, что у фреймворка есть, во-первых, лицензионные права его использования. Не все фреймворки в индустрии разрешено использовать Enterprise, не платить за это деньги, просто открыто использовать. Некоторые их авторы запрещают использовать для каких-то коммерческих целей. Во-вторых, у фреймворков есть, ну, естественно, всевозможные баги, их надо иногда патчить, и возникает вопрос, а что за фреймворки вы используете, господа машин-лернинг-специалисты, и насколько они вообще являются надежными. Поэтому действительно, даже если мы сейчас решаем вопрос вручную о том, чтобы собрать какой-то набор инструментов, он работает более-менее слаженно, и выкатывает нам, позволяет выкатывать продакшн-систему, сразу достигает вопрос, а что происходит с ним, когда мы начинаем его апгрейдить, мы начинаем менять фреймворки, потому что, значит, мы начинаем менять условия, и у нас не должно развалиться весь этот процесс, и поэтому действительно нужно, чтобы здесь были какие-то отточенные коробочные решения, для того, чтобы потом не приходилось долго и мучительно здесь что-то дорабатывать. Ну что ж, здесь мы будем, наверное, как-то подытоживать потихоньку, с точки зрения инфраструктуры, которую предоставляет VMware. Значит, у нас есть ряд компонентов, которые, соответственно, VMware предоставляет, и в частности, мы перечислили уже, что есть тот кусочек, который касается гримпамы, есть тот кусочек, который касается танзу, вот, то есть есть те вещи, которые, ну, скажем так, предоставлены для того, чтобы специалист по данным мог заниматься своей непосредственной исследовательской деятельностью, вот, и здесь, ну как, вот я их перечислил, да, то есть ключевые моменты, это мы не заботимся о тех данных, которые мы подключаем к системе, мы, соответственно, используем, есть ряд возможностей в рамках того же, скажем, гримпама, ряд коннекторов, которые позволяют внутри самого, ну, скажем так, даталейка, да, внутри собранных данных сразу проводить некий парсинг, фактически делать, ну, в email называется data wrangling, да, первоначальный, потом подгружать уже очищенные немножко данные в нашу рабочую среду, да, и там уже дальше заниматься разработкой модели по этим собранным данным и уже немножко очищенным этим данным. После чего мы говорим о том, что выкатываем вот эту модель в продакшн вместе с остальными частями приложений и делаем это с помощью тоже удобного набора инструментов. Таким образом, у нас получается вот несколько ключевых таких моментов, и исходя из этого мы получаем архитектуру, которой специалист по машин-лернингу, машин-лернинг-инженер, соответственно, с одной стороны он связан, то есть он занимается, ну, скажем так, задействует множество ресурсов, задействует множество процессов, а с другой стороны он не должен каждый из них готовить, да, то есть за него подготавливают там подачу данных, значит, за него вот с помощью системы, построенной MLOps, подготавливается среда разработки и, соответственно, контроля версий, и также ему помогают выкатывать его код и не думать о том, что вот какой кусочек или какие кусочки из написанного кода и каким образом он должен куда-то переносить. Ну что ж, мы здесь переходим на тему диплоя, и, как я уже говорил ранее, тема диплоя касается переключения специализированного оборудования, в связи с чем мы переключаемся на Андрея, правильно, который нам расскажет про, собственно, диплой на оборудование. Переключаемся на Андрея, который, на самом деле, это все было подведением вот этой части инфраструктурной, да, потому что, как бы, хотелось построить свой рассказ так, чтобы показать, что это машинообучение, как оно используется в продакшене и теперь, как это, собственно, вот на оборудовании реализуется, как виртуализация с этим поможет.